Итак, мы находимся в возле дома по адресу Софиевская, 19-38. Это дом работников табачной фабрики. После войны было трехэтажное здание, которое сгоревшее. После освобождения Кременчуга люди жили в подвале. В последствии табачная фабрика сделала пристройку в четыре этажа. Дом стал угловым. И жили здесь работники табачной фабрики. Сейчас живут, возможно, и работники табачной фабрики, возможно, и другие. Но особо примечательно, в этом доме больше добавить нечего. А его еще называют еврейским домом. А табачная фабрика 8% евреев работает. Женят табачники, кто называет его еврейским. А вот тут написано еще, что тут бомбоубежище, табличка. Ну, вот это может быть. А, есть, значит, вот тут же, значит, вначале была кочегарка в подвале. Дом оттапился углем. Ага. А после был подведен газ. Ага. Вы думаете, там, да? Только чегаркин и бомбоубежище. Вот. Вот тут старое... Это угловой. 38-19. Вот это вот бомбоубежище здесь написано. Вот эта табличка. Вот. Это Карла Маркса. А, убежище, да, да. Да. А вот это вот улица Карла Маркса. Ее еще пока не переименовали почему-то. Ну, тут большинство тоже жил в Покере, Рылкин, ваш знакомый жил. Да, да, да. Вот. На этом. Это дом послевоенный, да? Значит, было три этажа, видите, был сожжен. Люди жили в подвале. Потом табличка, это дом восстановила, и тут сделала пристройку. И дом имеет вид сальницкой архитектуры. Да, это где-то в 50-х годах, наверное, да? Да, да, 50-е, да, да. Ну, и здесь. Продолжение следует...